здарова народ как дела поговорим про фейс 1 получил я этот танк очень давно еще до того как была полевая модернизация до того как появилось оборудование 20 и в тот момент иногда он мне нравился иногда нет но в целом я сделал вывод что танк так себе и просто забросил его в долгий ящик все очень просто он вообще не едет 35 километров вперед 12 километров назад что это за скорость такая 16 удельная мощность танк тупо ленивая жопа двигаться ему вообще в западло без использования турбины среди танков за жетоны я фейс 1 ставлю на последнее место поскольку на такой скорости но на нем большая часть боев проходит мимо ты в них просто не успеваешь поучаствовать это противно но если поставить фиолетовую турбину максимальная скорость вперед из 35 превращается в 41 а максимальная скорость назад из 12 превращается в 16 и это уже выглядит неплохо поскольку удельная мощность становится 18 танк реально оживает и он прям летит по сравнению с тем что было танк стоял на месте а теперь он просто носится как бешеный с фиолетовой турбины я ставлю этот танк за жетоны на первое место с минимальным преимуществом мне кажется этот танк немножко обгоняет объект 777 вариант 2 поскольку советский тяжелый танк менее универсальный и по сути заточен под одну задачу и один тип геймплея а вот файс фан если еще взглянуть на броню может играть и от башни и борт у него тоже бронированный у него плоская абсолютно нлд довольно таки внушительного размера в которой часто выбивает двигатель там всего лишь 200 приведенки примерно и это пробивается несложно на девятом уровне в лд 230 миллиметров в передней части она имеет очень большой наклон и туда ближе уже под башню там есть еще плоскости которые еще немного наклонены там приведенки еще больше где брони уже примерно плюс минус 250 там очень сильно броня скачет из-за того что очень большой наклон буквально чуть-чуть танчик наклоняешь поднимаешь броня меняется очень сильно прям кардинально поэтому я даже не знаю сколько сказать брони под башней там она скачет от 230 до 280 и борт на самом деле очень бронированный 300 300 с хвостиком миллиметров брони получить в борту очень легко плюс еще возле башни имеется такая вот полу сфера казалось бы которая является уязвимой зоной но там 300 миллиметров брони через гусеницу не каждый это пробьет но вот обратным ромбом танковать на этом танке нельзя поскольку эта сфера спереди имеет много брони а сзади нет причем мне казалось что когда этот танк появился эта сфера пробивалась легко но сейчас я зашел посмотрел в коллижен модель и там много брони я не помню каких-то изменений с этим танком но такое ощущение как будто бы эта сфера была ватная стала бронированная или это только у меня в голове произошло я не знаю поскольку я всегда боялся на нем танчать бортом но оказывается там много брони но обратным ромбом ни в коем случае эта сфера бронированная только спереди сзади там просто открытая дверь заходи не хочу плюс еще крышка двигателя наклонена и черкачем она будет пробиваться только так вокруг орудия во лбу башни 300 миллиметров брони что пробивается голдой десяток девяток некоторых но попасть сюда довольно таки сложно щеки уже более бронированные голду будут танковать если будете ровно смотреть на врага крыша рикошетная лючок не сильно большой в лючке 220 миллиметров если играть через рельеф немного больше у танка хорошая точность хорошая стабилизация 10 градусов у внов стрелять очень приятно легко удобно орудие кайфовое 258 пробития бэбэшкой 340 кум лём это вообще кайф скорость полета снаряда у всех типов снарядов одинаковая это удобно приятно не нужно перестраиваться и брать разное упреждение там действительно кайфовый если поставить турбину это его единственный минус если не учитывать второй минус это корритуемость пожары и поломки боеукладки только так поэтому пожаротушение качайте если катаетесь доппайком а боеукладку ну придется чинить по поводу оборудования я катал досылатель стабилизатор турбина мне очень понравилось было прикольно комфортно танк ваще кайф что касаемо полевой модернизации я успел прокачать только первое улучшение проходимости грунтов по сути в полевой модернизации все очень просто у тяжелых танков в основном все левое выбирается и все сначала качаете проходимость грунтов потом качаете улучшение точности да конечно в некоторых ситуациях лучше прокачать сведения но в большинстве случаев точность лучше потом выбор между обзором и защитой от оглушения здесь можно брать либо обзор либо ничего ну и в конце плюс два километра скорость назад и минус 10 процентов скорость поворота башни 18 километров назад этому танку в самый раз получается очень подвижный классный танк с офигенной классной пушкой стабилизированной четкой это реально можно назвать обалденным танком фейс ван с такой сборкой превращается уже не в тяжелый танк а скорее в бт поскольку он и со стежками не потеряется и стяжами до сдачи он может на поле боя делать все танковать бортом танковать от башни единственно что нужно прятать нлд и нижнюю часть в лд это единственное прям дырявое место но еще над орудием есть небольшой кусочек где 250 миллиметров брони то есть в орудия вас могут иногда пробивать но 250 это тоже не бумага борт сильно перекручивать не надо он хоть и бронированный но это не маус оборудование 20 оживили этот танк поскольку он был как мертвый груз и не нравился мне совсем но в такой сборке я реально кайфанул и очень быстро легко взял на нем три отметки танк вообще не сопротивлялся я прям сходу с наскоку с разбегу пролетел три отметки даже не заметил сам был арчи карать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока